Предсмотрение заявлений, разработки и разрешен произвести заявление, удобный для заполнения информации, работает горячая линия, можно аксультироваться по телефону, заявление необходимых элементов принимаем в электронной почте. По поступлению информации о нервной поддержке будем формировать, разрешать на сайте торговых промышленных палаты, рекомендации для предпринимателей. Шанрикин. Есть в Украине, есть в Украине, есть в Украине. Нам важно, что предприятие друг другу сейчас не штрафование налогов и прочерканы в понимании процесса. Сейчас таких договоров очень мало. Кстати, сейчас хотим, чтобы вы это знали. И сейчас мы попросили наш, кстати, комитет. Мы просим 2-3 минуты посудить. Если найдем, Ален Сасс. Здравствуйте, Белоглазовая Евгеньевна. Здравствуйте, Белоглазовая Евгеньевна. Попустим, наше время вместе перейдем непосредственно к мерам поддержки, которые на наш взгляд сейчас будут актуальны. Первые меры поддержки, о которых хотелось бы попросить, это разработать такие же кредитные каникулы по рейтинговым компаниям. То есть на текущий момент уже, в заявлении, говоря, было заявлено, что кредитные каникулы должны быть предоставлены, но по рейтинговым платежам такого вопроса не понималось. Скорее того, у рейтинговых компаний, например, у Сокар-Рейтингов, это нормальная, которая финансирует сельское хозяйство, у них нет решения комплексного. И мы сталкиваемся с ситуацией, что субсидируемые рейтинговые проекты, которые были, выбраны наутость техника, они не по рейтинговым, они передвигаются в оплате и не снижаются суммы оплаты. То есть на текущих моментах это очень важно, а в плане этот вопрос нужно ставить в полигон. Второй момент. Маркировка, случайно известная. К сожалению, очень много представителей малого и среднего виден соединения из-за маркировки. Сейчас вы не будете либо забыть, либо забыть с собой, как все люди. Уберем? Уберем. Отложим на веру. Если не уберем, все-таки было предложение, что именно для представителей МСБ включить один QR-код, чтобы она отражала именно информацию о производителе, а не у каждого номера. Уберем. Я все поставил. Отставил. Все. И третье, конечно, мы не можем предварить речь первым, но все-таки разговор с видеокомпаниями толкует такой мысль, что сейчас очень много техники оборудования стоит у них на складах, которые были так или иначе во время пандемии или каким-то другим образом связаны, которые люди не могли платить. Уже был опыт работы, когда виден моя компания, например, виден моя компания малосельного бизнеса, поставляла на условиях аренды, то оборудование, которое мы могли дальнейшем использовать. То есть сейчас оно распродается, возможно, то есть его только продать. Но такой же аренды не предусматривается. Не каждой компания идет на эту встречу. И я прошу создать инвестор такого оборудования, который сейчас не используется. К сожалению, оно не будет. Я прошу, как люди, я скажу больше, что здесь, если вы будете говорить, не пить то, что у вас в этом науке будет речь с президентом, но то, что у вас собирается, постараемся эти вопросы от всех, 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 от всех. Как вы понимаете, мы постараемся то, что касается республикации, мы должны все вместе. Да, да. Все у тебя? Да. Спасибо. Добрый день. Позволите, я вам участвую в двух сразу ипостасях. С одной стороны, я вам, видите, автососкопани, с другой стороны, я вам... Придержание, нет. Придержание. Значит, первое предложение. Значит, у нас на сегодня будут приниматься первые государственные поддержки предприятий. И вопрос возникает в том, насколько эти меры поддержки будут стыковаться с финансовым положением, с финансовым положением, с финансовым стоянием предприятий. Здесь важно установить, что бездействие было сделано, чтобы деньги не шутят в суд. И в этой связи я хочу обратить внимание на той газоназе, которая сегодня сложилась с фокусом отбором аудит, на тех обществах, где есть доли государства 25-25%. До сегодня, фактически, там аудит не работает. Это уже массовое аудитов. И здесь вся проблема в том, что процедуры 44-го федерального закона, они абсолютно не применены для того, чтобы убирать кредитацию аудитов. В этой связи есть такое предложение, которое уже кандидатом рассматривается. Это для того, чтобы убрать идеальную возможность компании с госучастием избегать проведения аудита, пользу данной процедуры 44-го федерального закона, заменить их на процедуру 323-го закона. И, таким образом, все услуги, которые она осуществует, которые осуществляют приятие этого теории, будут идти по одними, тем же акционерами. У нас на сегодня только один из услуг, это аудит, исключен из веса 23-й закона. Что, наверное, это важно, это просто, что ответственность будет заказчика, в части выбора аудитов, всякие ссылки, какие-то сломания процедуры. И второе, это ход реально ответственности аудита за подтверждение реального состояния финансового предприятия, которые получают какую-то форму расстояния, как в сферах работают. Если можно, я еще раз услышу проявляться, которые другое сфере. Это, значит, речь идет о сельском хозяйстве. Я уже год в этой сфере виселом для работы, как правило, директор компании, экологически-премиальный продукт, в том, что он в ярком цехе, в первом состоянии. И вот у меня есть три предложения. Первое предложение я представил в Министерстве экономики, это в части развития предпринимательства в сети и в сферах работают. Сегодня это абсолютно белое ткно. Вопрос у меня на пяти страницах, я их в первом в сфере экономики, а вопрос там идет в часть изучения и принятие разработчиков мира. Второе, это в части ЭДЭС. Здесь, мне кажется, в принципе, любой производитель может подтвердить, то, что я скажу, что если компания Малуфиннес работает на упрощенной системе налоговообложения, то вот передавая на свою прогноз, в частности, такую спичевую прогнозу, в торговые сети, то ситуация возникает следующая. Идет накрутка 20%, идет накрутка еще и торговой наценки, в результате продукции Малуфиннеса в торговые сети, так сказать, что они слишком неправоспособны. Допустим, вот той прогноз, которую ягодная ригурка в торговые сети накрутка составляет 76%, минимум, 76%, в счет вот этой системы, то, что им дается. И что, самый парадокс, здесь что заключается? Если мы скажем, я продаю яблоко, ставка 10%. Мне сейчас в конце концов скажу, если я это яблоко высушу, сделать 20 лет, ставка будет уже 20%. То есть, надо две продукции, которые выращиваются здесь на английской федерации и перерабатываются, установить одинаковую ставку. Или можно пойти дальше. Вообще продукцию тех малых предприятий, которые работают по условиям и оставляют ее в торговой сети, применять ставку 0% в ОНДС. И еще последний вопрос у меня, это в части качественных продукций, которые сейчас будут выполняться в торговые сетки рынка, я не допущу этот вопрос. И сегодня у нас, я считаю, что не совсем правильно построена система декларирования, события декларации. Значит, на сегодня идет только в части наличия солей тяжелых металлов, какой-нибудь пресс и так далее. То есть, если съедут этот продукцию, человек сразу дотранится, то она допускается на пол. Это, в принципе, неправильно. Надо пересматривать данные вопросы, если предложение тоже не будет. Всем добрый день. Сегодня перевозка грузов в направлении Европы, все понимают, что практически парализована. И нашими заказчиками приходится достаточно резко сказать новых покупателей и поставщиков продукции в тех странах, которые готовы с нами работать. При этом маршруты логистические из этих стран не подготовлены и либо не справятся с тем объемом, который не будет. Также есть информация, вы уже слышали, что морские перевозки тоже практически планируют нам перекрыть. И поэтому возникнет ситуация, когда большой поток грузов будет идти из того же Китая железнодорожным транспортом. К сожалению, железнодорожный транспорт под это дело не рассчитан. У нас с Китаем единственный программ перехода в Байкальске, который физически не справится с этим объемом. Также уже в прошлом году были проблемы с железнодорожными контейнерами, которые приходили в московский регион. Вагоны простаивали по месяцу. Мы считаем, что количество этих вагонов будет увеличиться в московском регионе железнодорожном, и они будут простаивать месяцами. Поэтому, считаю, необходимо пересмотреть эту логистику и перенаправить часть патарстанских грузов и близлежащих регионов в Республику Патарстан. Для этого необходимо готовиться к нашему инфраструктуру, чтобы железная дорога более рассоровано начинала работать. Я уполномочен от имени Каму Тракса Актерина Реонидов-Штенбер озвучить наши предложения. Уже в прошлом году была проведена подготовительная работа, и есть уже возможность принимать железнодорожные составы и отправлять их из Закамского региона. Сейчас идут переговоры с Китаем, чтобы мы могли наладить прямой маршрут и прямые отправки именно к железнодорожным составам. Это ускорит процесс и время, и, соответственно, стоимость доставки продукции. Поэтому здесь нужна очень серьезная работа и помощь со стороны государственных органов, в том числе и таможенных органов и РЖД, потому что РЖД достаточно косный. Мы пользуемся той инфраструктурой, которая построена уже 50 лет назад, и разговоры о том, что вот-вот они скоро будут развиваться. Только разговоры не остается. Считаю, что на сегодня в первую очередь нужно поддерживать именно татарстанские предприятия. Мы помним историю, как в прошлом году усиленно рекламировали компанию «Майрекс» и их зачеркнили предприятие, компанию «Модуль», которые обещали нашим компаниям «Золотые горы» и «Дешевые досадки». Вот сейчас осталась та ситуация, когда нужно надеяться только на наших местных компаний. Добрый день, Ваши коллеги! Сегодня в этом не простое время для этих общественных питаний. Самое важное – это поддержать безопасность, потому что мы видим существенный рост, и у нас уже не столько импортно священ, сколько наши местные продукции, российских производителей, и в том числе именно татарстанских. Сегодня мы увидели, что местные производители локально, они точно так же повышают цены, при этом не обосновывают и не говорят причину повышения. Кто-то говорит, что это связано с какими-то публикручными в их производстве, с какими-то компонентами. Но для нас важно… Добрый день, Войн приседшим, а я решила. Совершенно верно. И мы сейчас ищем все пути. Мы не старинами. Если мы ищем оптимизацию, мы ищем локальную площадь, потому что уже 40% не так работали на локальном продукте. Сейчас наша задача – довести до 70%. И мы, те, кто сейчас начали работать с Ассоциацией фермерских процессов, выясняется то, что наши продукты сегодня фермеров уходят в Москву, Питер, в другие города. Мы хотели бы к вам обратиться с просьбой как-то решить вопрос, чтобы найти взаимный баланс, чтобы прежде, чем не обеспечить потребителей на месте, не уезжали другие регионы. Потому что, я так понимаю, сейчас с производителями будут большие поддержки оказываться. И эти поддержки, они мы и сможем оскорствовать конечным продуктом. И для нас вот это сегодня очень важно. Это вопрос хорошо. Спасибо большое. И я думаю, что когда мы видим на движении в сторону магазинов ритейла об ограничении цены и со стороны его фаз, то в данном случае мы хотели бы тоже какой-то регулятор, чтобы был выработан, чтобы те цены, которые наestens 10. Но все равно российские производители тоже принимались на определенный процент. Вчера высказывание прочитала заметку, что в Чечне сказал, что не более 10% написано продукцию повышения. Кто будет повышать и производить другие регионы. Можно здесь тоже есть какой-то элемент, можно установить объективно, адекватно, да, вот эти цены повышения, и кто будет это контролировать. Потому что сегодня на мастерщике просто говорят, мы не можем, мы покупаем, производитель, производитель нам не сняет, не дает какую-то цену. Вот, то есть, правитель, вы можете попробовать. Спасибо. И хотелось бы еще затронуть вопрос о том, что у нас на данный момент приходят большие счета, очень, снега было в этом году очень много, мы, конечно, хотим, чтобы сами готовились летом, и это большой вопрос, пока мы будем прорабатываться, сделать при какой-то тарифе, при попадании больших исцелков, то есть сверх нормы. Есть же лома, и у нас огромная, у нас там до 500 тысяч рублей, будет на полосу ровку снега. Понимаем, но по-моему, что вы получаете? Вообще, какие учитания, как этот вопрос, так и подобное. И о водоотведении хотелось бы сказать, очень большие счета сейчас приходят от водоканала за негативное воздействие на окружающую среду водоотведению. Мы отнесены к классу промышленных предприятий, мы, да, мы рады, мы тоже, ассоциация отелей, они в этом же направлении тоже согласны. Мы хотели бы, чтобы вы пересмотрели и сделали ближайший процесс. Да, конечно. Маркировку я видела вчера, я читала, что маркировку отложения надо, поэтому для нас это уже хорошая вопрос. Я предполагаю, что ее все-таки отнесут, перенесут и очень надеемся на это. И, конечно, последний момент, который для нас очень важен, откройте бары. Откройте, разрешите работать ночью, потому что мы сейчас говорим о внутренней туризме, ждем огромное количество посетителей сюда. И говорим о том, что поедут в Россию. Но у нас выработался уже, как бы, с экономической туризмом, именно трус, абсолютно прекрасно знаете, какие хорошие, качественные пары, они все умирали. У них нет уже ни денег, ни средств продолжать работать. То есть, в России уже многие регионы, я писала письмо на нее, в основном для речи, уже 16 регионов ее оказал, которые уже сняли сегодняшнее отмечение. Но Азаня до сих пор не снимает. Мы видим уже такие послабления и обогрения масочного режима. Пожалуйста, для того, чтобы сохранить хороший, качественный продукт, который создавает блогер и нарабатывающий блогер, достиг, это ваше самое. Нет вопросов, будем в контакте вместе с вами. Спасибо большое. Комитет, попробую прощать. Спасибо. Добрый день, Шенея Архимовича, коллеги. Ну, за две минуты нет смысла излагать внесение изменений в нормативно-правые акты, я поэтому так тезисную коротко. Мне в основном хлопача об агропромышленных парках, технопарках и новом веянии технопарках в связи радиоэлектронной промышленности, я полагаю, что здесь надо менять сам подход в работе. Все у нас нормативы написаны в мирное время, по которому необходимо, что называется, проходить все эти регламентные процедуры, идти к ланецу чиновникам, федеральным в основном. Многие наши начинания, я по нескольким регионам сейчас скажу, не только про Татарстан, сталкиваются с проблемами вот этими нормативными регулированиями, и, скорее всего, как бы это не тяжело было, сейчас к ластерным структурам, фондам, региональным органам исполнительной власти, видимо, придется, как в советское время, брать на себя функцию становления отрасли, стать, ну, как это, мамой-курочкой, что ли, заботливой, да, который предоставит, создаст условия тем, кто может делать эту продукцию, а все регламентные процедуры возьмет на себя. Иначе, ну, мы останемся, скажем, по-прежнему без отрасли радиоэлектронной продукции, будем затыкать какие-то дыры, искать серых импортеров, а продукция местного производства у нас не появится. Ну, соответственно, есть предложение об хотя бы временном послаблении регламентов и процедур, то есть чрезвычайно сложно попасть в реестр радиоэлектронной продукции, чрезвычайно сложно попасть в реестр самих производителей, проектировщиков, очень сложно пройти федеральную аккредитацию агропаркам, агротехнопаркам, потому что воспринимается в основном только проекты агробиотехнологий, а самая проблемная зона, переработка, первичная, вторичная, подработка, она остается за бортом. Регламенты, ну, не регулируют это, это ничья земля. Минпрому это не нужно, Минсельхозу это уже не нужно. Ну, вот, если вкратце, то так. Добрый день, коллеги. В рамках работы нашей квалификации по развитию информационных технологий мы сделали небольшое предложение по импортозамещению программных продуктов, по которым мы подобрали программные продукты, которые мы можем помочь заменить иностранных аналогов на отечественное ПО. Также, как одно из больших таких предложений, это создание на базе подготовки промышленной палаты единого реестра потребностей по импортозамещению. То есть, всегда, к сожалению, существует такая маленькая сталь, которая не производится в рамках России, и очень много людей не знают, какие стальи с этим требуются произвести, и считаем, что данный реестр очень помог в рамках реализации. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...